Я сделал рубец по способу Елены Малаховец. Я жду от вас помощи. Это у меня получается всегда все очень вкусно. Ну, рубец, конечно, да. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю коровий рубец. Вот такой прекрасный, хороший рубец у меня есть. Готовить рубец я буду по очень старинному рецепту. Это рецепт Елены Малаховец, ему уже больше 100 лет. Для того, чтобы рубец вкусно приготовился, с него нужно было снять пленочку. Как быстро и легко очистить рубец, смотрите видео вот здесь, ссылочка вот здесь сверху. Для этого рецепта я использую коровий рубец, чеснок, лук, шампиньоны, морковка из пряностей, лавровый лист, душистый перец, белый перец и сушеный имбирь. Шампиньоны и чеснок я измельчил. Теперь я перемешаю шампиньончики с чесночком, чтобы равномерно чеснок распределился по всей начинке. Рубец я раскладываю на столе и присаливаю. Теперь я беру сушеный имбирь и слегка посыпаю рубец имбирем. Теперь раскладываю грибочки и чесночок по поверхности рубца. Рубец я сворачиваю рулетиком и обвязываю ниточкой. Готовые рулетики я кладу в кастрюлю с толстым дном. Сверху укладываю луковички, морковку, хвостики от петрушки и все пряности, какие я приготовил. В лучок я беру бутончики-хвоздики и вставляю вот так. У меня осталось несколько шампиньончиков от рецепта, поэтому я их тоже положу вот сюда в кастрюльку. Заливаем водой, я использую кипящую воду, чтобы все быстрее закипело. Наливаю, чтобы рубец полностью покрылся. Довожу кастрюльку до кипения и в рецепте сказано поставить в хорошо разогретую печь часа на 4, пока весь бульон не выпарится до густоты соуса. Я не знаю, какая температура в печи раньше была, но я буду ставить в духовку на температуру 100 градусов. Это мой любимый режим, это будет очень нежное приготовление и даже самые жесткие части очень хорошо размягчаются. Кастрюлька сейчас закипит и я ее отправляю в духовку на температуру 100 градусов. Рубец я раньше никогда не готовил, поэтому мне будет очень интересно, какой вкус у рубца по этому старинному рецепту. Посмотрим. Здесь у меня настоящие домашние виски, смесь кукурузы и ячменя. Они настаивались на дубово щепе несколько месяцев. Как я делал домашние виски, у меня целых 8 сортов, скоро будет новый ролик, поэтому смотрите за моими объявлениями. Аромат. В аромате, конечно же, очень явно слышна кукуруза и аромат зерновых. Крепость 54 градуса. Скорее всего, я еще буду разбавлять, но я все равно обожаю именно крепкие зерновые дистилляты. Послевкусие богатые, устойчивые зерновые, кукуруза и даже легкие нотки ячменя. Класс. Но все-таки я хочу попробовать, что же у нас получилось. Как я уже рассказывал, рубец я еще никогда не готовил и тем более не пробовал. Возьму руками. Аромат чеснока. Очень отдаленный аромат имбиря, хотя он был и сушеный. И что-то такое нежное и мясное. Приятное. Никакого запаха специфического, который должен быть именно у рубца, абсолютно нет. Оно абсолютно не жуется. Столько времени, 3 часа при такой температуре, и не жуется. Наверное, что-то я не так сделал. Я знаю, что рецепт обалденный. Попробую еще, конечно, другой кусочек, но все не то. Пахнет классно. Жаль, что я не могу его нормально покушать. Не годится. Это абсолютно очень жесткое. То есть я полностью испортил рубец. Это полностью моя вина. Я не смог его приготовить. Вкус у рубца очень интересный. Слюнки у меня выделяются, потому что я настраивался скушать вкусное блюдо, но ничего не получилось. Но в любом случае, это опыт. И опыт это хорошо. А также очень хорошо, когда у меня в руках домашние виски, кукуруза и ячмень. Вот это оно. Это у меня получается всегда. Поэтому, друзья... Закусить грибочком. А грибочком закусить, это хорошо. Вот такой шампиньончик. Друзья, я жду от вас помощи. Пишите в комментариях, что я сделал не так. Почему рубец у меня получился жестким. Также пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, как я сделал домашний виски, смесь кукурузы и ячменя. Все очень вкусно. Ну, рубец, конечно, да. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И для всех тех, кто говорит, всегда хвалят то, что придумают или сделают, показывают. Я сделал рубец по очень интересному способу, Елены Малаховец. Но его кушать невозможно. Но когда мне получилось ***, то я так и говорю, это ***. Поэтому смотрите сами и делайте выводы. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место. Субтитры создавал DimaTorzok